всем привет добро пожаловать на подкаст подошла концу заключительная неделя августа и подошло концу лета мы переходим в такой осенний режим есть можно сказать деле представилась очень сложно и вообще последние несколько недель были предельно сложными но неделю мы закрыли на позитивной ноте сейчас об этом подробнее расскажу подробнее расскажу о том что думает на тему коллеги с wall street что думают канадские коллеги что думают и стациональные управляющие ситуация сложная вот но разрешимое прежде чем начнем хочу напомнить что вся представленная информация не является торговой рекомендации ни при каких условиях и предоставляется не ограниченному кругу лиц исключительно целях ознакомления и самообразования прежде чем мы перейдем к рынку давайте пройдемся по нашим стратегиям у нас всего дискорде 10 стратегий 5 из них для трейдинга и 5 из них для инвестиций начнем с трейдинга с нашего флагмана это стратегия это astra всю неделю ежедневно я публикую бумаги с главными ключевыми уровнями с с уровнями для take profit а с уровнями для выставления стопов с уровнями для входа с уровнями take profit а для уровня для ограничения рисков и если вы дискорде то вы получаете бумаги каждый день если вы в телеграме то вы получаете бумаги по понедельникам и и наша задача ваша ваша задача это научиться забирать конкретную сумму каждый день и уходить и я призываю начать со 100 долларов просто забирайте каждый день 100 долларов и уходите мы это может показаться мало или это может показаться много вот просто поставьте себе 100 долларов и не гонитесь за прибылью это очень сложная стратегия она самая сложная самая рискованная на рынке но она самая прибыльная поэтому с ней надо быть очень и очень осторожными я всегда реагирую на то что вы оставляете обратную связь спасибо вам большое за это вот и всегда стараюсь направлять в нужном нужное русло и по итогам прошлой неделе я видел что люди наблюдая за сильным ростом бумаг хотели побыстрее забрать побольше это не работает и вы когда в таком состоянии уходите на рынок вы за заведомо проигрывать потому что вы выходите на эмоциях поэтому подождите посмотрите как рынок откроется и заработать и на этом у вас не стоит задача работать со всеми сразу бумагами я об этом писал да выберите интересную бумагу и заработать на ней вот спрт да она по итогам недели дала 200 процентов ребят 200 процентов по итогам недели и она к нам попадала в топы несколько раз и и мы подбираем несколько раз и как вы видите мы подбираем в основном бумаги которые являются лидерами роста внутри дня практически в каждой сессии то есть если вы откроете любой скринер и на нажмите топ гейнерс то есть лидер роста внутри дня на премаркете либо основной сессии то будьте уверен что несколько бумаг из этих лидеров они уже будут в нашем списке на премаркете мы уже будем знать что именно эти бумаги имеют потенциал потенциал к огромного роста скорее всего не откроются гэпами и так далее поэтому не надо за ними бежать просто выдохните подождите посмотрите выберите из из четырех вот этих бумаг которые публикую каждый день самую интересную и заработайте на ней 100 долларов и уходите когда вы научитесь это делать следующий раз вы уже будете забрать 1000 долларов в день 10 тысяч долларов в день потому что будете просто знать механику для вас эти цифры уже будет не будет играть никакой роли вообще вот поверьте моему опыту абсолютно у вас не будет разница взошли в тысячи долларов или 100 тысяч долларов или 10 тысяч долларов никакой разницы не будет просто потому что вы будете понимать механику вы будете понимать что вы куда вы можете прийти в дискорде в какую ветку и и в любой день заработать 100 долларов 1000 долларов там или 10 тысяч долларов выбрал просто будете у вас вам будет скучно я так скажу нашу будете понимать как это делать и так должно быть как бы здесь нету какого-то фана интерес в развитии то что вы вырабатываете новые стратегии новые идеи по-новому работаете но сам процесс зарабатывания ну как бы он не должен не должен давать вам адреналина это это не так работает вот поэтому были интересны бумаги были не был интересный рост и будем продолжать с ней работать трейдинг по триггерам тоже прекрасная стратегия которая себя показала отлично и у нас вот если вы видите желтым выделены бумаги это те бумаги которые достигли целей которые мы отметили в понедельник и у нас две бумаги не сработали из этого обилия это прекрасный результат и здесь я тоже очень хорошо отработал неделю вот поэтому имейте ввиду что есть тоже можно спокойно зарабатывать и если например как astra здесь больше дэй трейдинг то вот здесь уже трейдинг по триггерам весь уже свинг трейдинг то есть здесь можно работать бумагами и в течение дня и в течение двух дней и трех дней и в течение недели но обязательно все закрывается пятницу потому что на будущем у нас будет новый бумага новый список бумаг трейдинг по уровням спасибо ольге которая трудится и выкладывать интересные бумаги тоже которые срабатывают и внутри двух трех дней или внутри недели очень интересные бумаги она дает еще периодически кросс анализ тех бумаг которые я выкладываю это тоже интересно смотреть поэтому тоже вот данная данная стратегия себя прекрасно показывает 28 процентов заработать за неделю это отличный результат просто прекрасный результат вот опционная стратегия на новая ее только запустил я получаю все ваши вопросы спасибо что вы делитесь обратной связью я их все адресую управляющему но я не обещаю что мы получим ответы развернутые ответы или вообще какие-то ответы пока что это такая начальная стадия работы ну вот и как она будет складываться я пока не знаю поэтому я и написал что это проверка проверка гипотезы как это будет себя как все будет вести данной стратегии я рад что она вам нравится мне тоже она нравится и кажется очень интересное не более результату не очень хорошие вот и будем по ней тоже работать спасибо сажи саше за венчурные бумаги которым публикуют от эдэ сайкот и чтобы понимали венчурные трейдинге публикуются бумаги от эдэ сайкот и это мировой известнейший трейдер можете его погуглить если хотите узнать о нем подробнее перейдем к конституционным стратегиям трендовое портфолио было очень много на ребалансировок и я выложу вам и полный портфель и написал паре лабора или балансировку и что мы это очень-очень сложная задача держать 33 бумаги в портфеле и отслеживать каждую каждую бумагу отслеживать динамику по ней и настраивать ее на рынок это очень сложно это предельно сложно и когда я общаюсь с данным управляющими просто отдаем дань уважения его его огромным огромным трудом вот вот стратегия трейдинг по уровням и трейдинг тренд портфолио это один человек готовят совместно совместно партнерами совместно со мной то есть вот эти две стратегии они от одного человека и он он реально крутой вот тренд портфолио по российскому рынку это был американский рынок это российский рынок здесь у нас две стратегии одна от втб другая сбера тоже была ребалансировка они убрали на лмк и добавили сиди жу вот полный портфель и который у них есть и у сбера тоже была ребалансировка более серьезная и вот их тоже полный портфель здесь тоже можете на них с ними поработать тоже интерес очень интересная доходность я вам скажу и молодцы ребята что они дают такую доходность это очень круто ну это это тоже стоит огромных трудов в или инвестиции напомню что здесь американский инвестор ищет недооцененной бумаги и на срок пять десять лет тоже была огромная ребалансировка тоже я выложил полный портфель выложил все трейды за весь август обратите внимание и возможно вам что-то покажется интересным возможно вы последуйте каким-то его решением и что-то сделать вашим портфелем у загс вышли вышел интересный отчет на предстоящий 30 дней тоже обратите внимание на бумаги мне они тоже показались интересными и у нас же выстреливали очень хорошо бумаги и загса тоже можно соотнести своим портфолио посмотреть что там что там хорошего можно может произойти вот по дайджесту я старался подобрать хороший материал дайджест отнимает меня очень много времени я прямо очень устаю все это штудировать мне здесь даже не помогают роботы потому что информация очень чувствительная но информация очень классная и ее нужно всегда использовать потому что про по сути перед вами список бумаг пропущены через топовых аналитиков волстрит то есть на то есть это то же самое если вы покажете ваш портфель там ворона баффета баффета скажете ворон можешь посмотреть мои бумаги как и вообще нужные бумаги активы купил или нет вот поэтому вот такие вещи вот вот это дайджест он очень ценный и я надеюсь что вы им пользуетесь потому что информация здесь очень 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 ценно вот это а да и еще я запустил новую ветку она называется связи collaboration коллаб это мои наработки народ наработки моих коллег я здесь будут делиться контактами конкретных людей которым я ли мои партнеры обращались и остали остались довольными вот это не знаю мне кажется это самая ценная информация которую человек нарабатывает в течение жизни когда вы нарабатываете связи до куда вы можете обратиться в сложных ситуациях там и так далее поэтому я буду публиковать здесь свои контакты вы можете ими пользоваться буду стараться по пятницам раз в неделю сюда опубликовать также обратить внимание что я опубликую интересный материал ветки здоровья клуба здесь я опубликовал интересный материал по по материнству по школьной тематике это все доказательная медицина поэтому здесь нет никакой там малаховщины вот плюс еще от моего любимого можно сказать любимого ученого ронда патрик она опубликовала она всегда были крутые исследования вот она опубликовала что сауна значительно повышает уровень белка теплового шока который может сохраняться до 48 часов белки теплового шока играют профилактическую роль при нейродегенеративных заболеваниях а использование сауны снижает риск болезни альтгеймера на 66 процентов это очень круто у нее все статьи крутые и они публикуются в этой ветке и это бесценный материал поэтому я надеюсь что вы немного отвлекаетесь от трейдинга инвестиций и заглядывайте сюда чтобы развеется давайте сходим на рынок потому что на рынке произошли серьезные серьезные изменения окей погнали и так слева у нас позапрошлой неделе была коррекция и но не коррекция была просадка не было у нас никакой коррекции не было медвежьего рынка и поэтому итоги прошлой неделе мы закончили просто взрывом посмотрите на ivm 5 процентов за неделю ребят это индекс это индекс на и т.ф. 5 процентов 5 это не акция это это и т.ф. индексный и это невообразимый рост он конечно поражает он опасный но конечно радует глаз мы видим что просел телки хаджевая бумага она росла когда все падали и наоборот она падает когда все растут вот и был сильнейший рост я сейчас объясню почему почему был такой рост почему все предыдущий период были такими тошнотворными расскажу что мы ждем далее и я сейчас буду высказывать консолидированное мнение на десятку сумм конференции даже больше наверно около 20 22 зум конференции которые прошли по итогам прошедшей недели и которая это будет консолидирование аналитиков и экспертов с которыми я сотрудничаю очень тесно то есть с ними общаюсь каждый день вот и то что мы видим я сейчас вам собственно расскажу итак по секторам что нас тянуло вниз на позапрошлой неделе до не тут не суть запоминать но в общем металлы сталь ойл гэс чайный интернет ойл сервисы чистой энергетики энергетика голдмайнеры то есть золотые добытчики солнечная энергетика крипты и так далее теперь смотрите итоги прошлой неделе вот эти же бумаги они переметнулись в лидеры показали просто сумасшедший рост единственное кто не вырос из всего помогут это ну вот все остальные просто переметнулись сюда ее стали в лидерах роста по 14 процентов выросли бумаги 10 9 8 невероятный рост просто безумный рост я бы сказал и сектора конечно росли невероятными темпами что собственно происходит и что происходило давайте вернемся в джексон холл да и пройдемся потому что там было освещено и каким выводом мы вообще пришли первое мы увидели сильнейший рост до по результатам того что что было сообщено и мы видим это по спай да что он показал очень хороший сильный рост и а мы видим это также по nasdaq он тоже очень сильно вырос и мы видим это по по вему хотя и вем если вы посмотрите на график он сейчас ушел в консолидацию и запа запомните айвием ушел в консолидацию и мы ожидаем что он выстрелит вверх сейчас он в консолидации не буду сейчас лезть в график прошу понять меня просто много вымотался вот давайте просто вот я просто запишите себе что и вем в консолидации можете посмотреть на любом таймфрейме и на недельном двух недельном неважно вот на старше там в таймфреймах он консолидации и скорее всего он пойдет вверх и на это можно будет работать так вот что было сказано в джексон холли и почему мы вот так вот хорошо выросли первое да что было сказано и какому выводу мы пришли общаясь с коллегами это то что да будет уменьшение стимула до стимула нужно сворачивать как бы их нужно уменьшать но эти стимула они будут уменьшаться очень мягко и комфортно на еще раз стимулу нужно уменьшать они будут уменьшаться но они будут уменьшаться мягко и комфортно. Второй момент. Сейчас это уже не мнение ФРС, а мнение аналитиков, которые складываются по рынку, что экономика, это не то, что predictions, это мнение, то есть это не прогноз, мнение, что сейчас экономика, скорее всего, можно аккуратно сказать, что она достаточно сильна и стимулы, наверное, уже в таком объеме, они не нужны и действительно от них нужно уходить. И вот это мнение, которое сейчас формируется, что от стимулов нужно уходить, хорошо, что оно формируется не у ФРС, а у Уолл-стрит, что это уже priced in, то есть это уже заложено в том позитиве, который есть сейчас, что мы готовы к тому, что стимулы нужно сворачивать, мы согласны с тем, что экономика дальше может пойти сама, она уже достаточно сильна. Вот, и мы это видим по тому, как отреагировал спай, да, почему все это время, до этого было все отвратительно, и мы колбасились то туда, то сюда, и что происходит, почему так происходило, потому что никто не знал, когда и как начнется отмена, ну или уменьшение стимулов, да, повторюсь, когда и как, важнее даже как. Сейчас мы понимаем, что она будет как бы мягкой, что она будет комфортной, ну то, что нам говорят, да, и она будет спокойной. И мы, наверное, готовы, трейдеры-инвесторы и экономика, в первую очередь, готовы, американская, да, к тому, чтобы стимулы нужно сворачивать. И мы это заложили в цену, в риски, в волатильность и так далее. И мы ожидаем, что, ну, наверное, нужно, да, нужно сворачивать, и, наверное, дальше мы уже, как говорится, сами. Именно поэтому сейчас, да, спай вот так вот отреагировал. То есть он, как бы, хорошо отразил ту информацию, которую он получил в Джексон Холле. Вот. И, собственно говоря, я прошу прощения за такое размытое качество данного слайда. И мы увидели это по покупателям. Смотрите, да, Advanced Decline, то есть по... Это соотношение растущих, растущих акций к падающим. То есть в Dow 23 растущие 7 падающих. S&P 438 растущих 66 падающих. И вот так, Nasdaq 2324 растущих 575 падающих. То есть огромное-огромное соотношение разницы. И мы просто отдали, отдали торги в рамках Market Breeze покупателям. Это очень круто. Круто в том смысле, что резко. Вот. Это говорит о силе, да, о силе рынка. Я все это время говорил, что S&P в целом, индексы, они очень сильные. И несмотря на то, что у трейдеров, инвесторов была такая некая трусость на рынке, S&P, S&P преодолевая данную трусость, он полз вверх. И мы увидели сразу, что изменились настроения у ребят, да, у игроков на рынке. Они сразу пободрее стали. Они хотя бы не негативят, не экстремально негативят. И более-менее нормально реагируют. Вот посмотрите у нас, что месяц назад, что неделю назад, что предыдущее закрытие было. Либо экстрим фея, либо фея. Сейчас нейтрально. И нам надо потихоньку вот на эти уровни прийти, чтобы начать зарабатывать нормальные деньги. Вот здесь вот. И поверьте, те стратегии, которые у нас есть сейчас, где нам приходится лавировать, да, то здесь вот мы просто будем забирать огромный кэш. Вот здесь вот. Когда мы будем вот здесь вот. Вот. Что дальше, да? Также меняется настроение среди срочных инвесторов, и они уже не так критичны по отношению к следующим шестим месяцам. То есть оптимизм is above average for the first time in the seven weeks. То есть первый раз оптимизм превышает. Превышает пессимизм за последние семь недель. Но, как бы, письмизм он присутствует пятый раз в последние семь, шесть недель. То есть пока что не все прям так шоколадно, но уже неплохо, как говорится. Маркет барометр – основные индикаторы, которые нам помогают принимать решения. Первое. Мы видим быстрое снижение волатильности. Это хорошо с той точки зрения, что мы можем спокойно поработать, да? Не ерзать, не дергаться, не думать о мега-хеджах, о мега-кэше, куда надо выходить. Не о сокращении позиции, а о том, что спокойно можно поработать. Это хорошо. Второе. Маклилан Суммэйшен, да, он показывает относительную, я бы сказал, не силу, а намерение вернуться. Но пока не столь все хорошо. Но он показывает, тут он почернел и смотрит вверх. И посмотрим, как он откроет понедельник. Ему надо стремиться к среднему. Пока он не пробьет среднюю, да, пока он не придет здесь на уровень 30. И пока он здесь не поднимется выше нуля, говорит о том, что прямо все хорошо на рынке, ну, не приходится. Что он растет и так далее, не приходится. А это на сессии ни о чем не говорит. Вот, но будем надеяться, что в понедельник все будет нормально. Put call ratio остается на том же уровне, вот, а это позапрошлая неделя 0.6 и прошлой неделе 0.5. То есть ничего не меняется, здесь тоже все спокойно. Вывод, какой из всего остальных, из этих трех слайдов, которые образовывает барометр, что, да, можно работать аккуратно, но зарабатывать на этом рынке можно в лонг, да, спокойно. Спокойно, с холодной головой можно. То есть здесь нет ситуации, когда нужно выходить в кэш и держаться подальше от рынка. И это подтверждает sentiment survey, delta market sentiment, где они говорят, что у них почти 60% сентимента это бычьи, булочь. И сейчас люди пошли зарабатывать 100% в equities, 0% в бандах, нету хеджа, и 0% в кэше, ну, нету страха, можно сказать. То есть они пошли зарабатывать. И это тоже хорошо. Это хорошо, значит, мы увидим технически, что вот этот сентимент, он будет расти. Тут даже вообще вопрос не надежды, а в том, что технически вот эти ребята должны подтолкнуть. Опрос. Субботний опрос американских и российских трейдеров и инвесторов. 61% американцев думают, что будет рост, 38% думают, что будет снижение. На российском рынке 71% думают, что будет рост, и 29% что будет снижение. Главное, что мы все думаем о росте, здесь больше позитива. Это прекрасно, все равно будьте осторожны, я вам показал опасные моменты, на которые нужно обратить внимание. В крипте ничего интересного пока не происходит. Единственное, хотел вам показать, сейчас прошу прощения, схожу в дискорд. Я запустил очень крутого бота, который собирает информацию и визуализирует. Он, например, показывает среди коинов, кто достиг своих исторических максимумов. New all-time high. All-time high. Top gainers of the day. То есть, кто рос в течение дня больше всех. Очень-очень интересная и очень удобная визуализация. Сразу видно, что происходит на рынке. Топ проекты для social activity, то есть социальные проекты. Очень круто. Поэтому мне это очень нравится, ветка собирается очень много информации и очень удобно визуализируется. Вот, но с самим битком я не наблюдаю, чтобы что-то интересное происходило. Окей, давайте пойдем дальше. Геймплан какой? Это Astra, буду под ней работать. Буду работать по свинг-трейдингу, по уровням, по бумагам Оли, по бумагам американского трейдера. ETF-портфолио остается расти. Растет великолепно. Я в следующем подкасте покажу. Здесь уже нет силы лезть в инвиз. В следующем подкасте обязательно вам покажу, что ETF-портфолио растет просто шикарно. Собственно говоря, у вас в Дискорде есть к нему доступ. Можете в ветке ETF зайти посмотреть, как они растут. Я остаюсь 50% в кэше сейчас. Вот, и буду смотреть на следующую неделю, как я буду двигаться из кэша в другую сторону. Главный вывод из недели. Когда трейдеры не уверены, они с большей вероятностью используют советы других трейдеров. Чем решают, как действовать самостоятельно. Но это не выигрышная стратегия в долгосрочной перспективе. Это вот книжка, которая сейчас находится в чтиве. Quiet Trader. Очень интересная книга. Есть на Амазоне. Что я хотел сказать. Частенько вижу в группе, когда спрашивают мнение, что делать с бумагой или притоленной просадки. Если такое происходит, значит, вы не уверены в своем раннем решении, которое вы сделали. И если бумага просела, и вас это тревожит, либо вы не выставили стопы, о чем я постоянно говорю, либо вы начали не верить в вашу бумагу. Вообще в бумагу рынок не стоит верить. Я об этом тоже говорю неоднократно. И вот здесь вот в Дискорде каждую субботу в Ютьюбе. Вот где здесь ветка? Ютьюб. Публикуется по одному ролику по субботам. Да где-то. Вот, да. Прошу прощения. Вот. И здесь я рассказываю как раз, что делать в таких ситуациях. Поэтому, если вы не уверены, и тогда вы идете про чешу мнение. И если это касается какой-то конкретной бумаги, это ладно. Но если это касается портфеля, это значит, что стратегии вообще нет. Это самое опасное. Поэтому призыв какой, ребят? Ставьте стопы. Не важно, какая у вас бумага. Волатильная, неволатильная. Везде можно технически высчитать, поставить стопы. Я про стопы уже говорил. Да, как их высчитывать и так далее. Или посмотреть предыдущий обзор рынка. Там я подробнее об этом говорю. Поэтому используйте стопы. Когда вы пишете, что у вас там просадки в несколько десятков процентов, мне больно. Честно. Вот. И вы приходите за помощью в группу. Мы обязательно всем помогаем. Всем рассказываем. Большое всем спасибо, кто отвечает раньше меня на запросы. Это очень круто. И это то, что делает нас нами. Таким, каким мы есть. И это выращивает в нас очень-очень хорошие качества. Поэтому, пожалуйста, используйте стопы. И, пожалуйста, не ходите по соцсетям за советами. Это очень опасно. Очень опасно. Да, собирать информацию, делать выводы – это очень круто. Вот. Но собирать советы и действовать по чужому совету – это очень опасно. Будьте осторожны. Что я хотел еще сказать. У нас 10 стратегий, как я уже говорил в Наряне, ранее. Да, у нас есть инвестиционная стратегия и есть трейдинг стратегия. Вот. И когда… И есть стопроцентное ДПО. Если мы говорим про американских трейдеров или инвесторов, обратите внимание, что вы никогда не увидите инвестора, который занимается и инвестициями, и трейдингом. Либо трейдера, который занимается и трейдингом, и инвестициями. Но всегда, всегда, если человек занимается трейдингом, да, вот здесь вот, он никогда не использует 100% ДПО в трейдинге. В инвестициях почти всегда используется все ДПО. В трейдинге это всегда будет порядка 30-40%. Очень часто, очень часто всего 20%. Поэтому так сильно отличаются стратегии и механика их работы. То, что работает в инвестициях, не работает в трейдинге. То, что работает в трейдинге, не работает в инвестициях. Запомните это. Это всегда так. И так было, и так будет. Вот. Поэтому нельзя заниматься всем подряд. Но если, если вы пришли учиться, и у вас есть 100% ДПО, и вы хотите и инвестировать, и понять, что это, и трейдить, и понять, что это, то наиболее безопасное решение это 90% загрузить индекс, SPY, да, на S&P. Давайте так, на S&P. Индексов много, да, на S&P. И 10% тренироваться, работать в трейдинге. Вот так. Но в будущем нужно будет понять, к какому из кланов вы примкнете. На этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. Буду стараться делать выпуски еще короче. До понедельника. Держитесь верным курсом. Всем пока.